Шаломный хулам! Шаломный хулам! Мы продолжаем изучение книги Раби Моши Хайм Руцату. 138 врат мудрости, глава 1. И сегодня 8 число месяца Кислеф, Йорксайд, Перес Бен Яков, это Папа Ханы. И мы посвящаем наше занятие за поднятие души. Анахну ломбим лейлуй нишмак Перес Бен Яков. Аминь. Аминь. Как я обещал, очень коротко, что такое Йорксайд, Кадиш, учеба за поднятие души, Кельман и Рахен, или как у нас мы в нашей общине называем мулы, в Дака, что и как принято делать, согласно еврейской традиции вообще, и, скажем так, сегодня в нашей ситуации в Чакле. В течение 12 месяцев после смерти, первое, сыновья читают Кадиш, учат Мишна йод. Если у человека нет сыновей или по какой-то причине сыновья не могут читать Кадиш или учить Мишна йод, то они могут договориться с человеком, который, да, это может делать, который три раза в день молится в Миньяне и готов читать, готов и может читать Кадиш за человеком. Первую годовщину отмечают в день похорон по еврейскому календарю, далее, далее в день смерти, что обычно принято делать. В шаббат, в шаббат перед этой датой принято вызывать сына на чтение авторы и мусапа, как шлех цибур, также читают Кельман и Рахами, здесь это называют мулы, где тот, кто читает, обязуется дать даку. И после шаббата он выполняет свое обязательство. Сам Йорцайт, сын или с кем он договорился, читают Кадиш, если есть меня, учат Мишна йод, читают Таилим, читают Кельман и Рахамим и дают даку. Все перечисленное, то, что я сейчас сказал, принято делать в Йорцайт, можно делать без Миньяна, кроме Кадиша. Принято также посещать могилу и зажигать накануне суточную свечу. Мы остановились вот здесь, на странице Гиммел, где приводятся две цитаты. И я обещал, что эти две цитаты мы рассмотрим, чтобы нам легче было понять, о чем здесь говорится. Первая цитата, которую упоминает Рамхаль из книги пророка Ишаяу. Перевод на русский язык приблизительно выглядит так. Так пошатнулся Верушалаем, и Еуда пала, ведь язык их и дела их против Ашема, чтобы прикословить на глазах славы его. Делать наперекор. Прикословить, делать наперекор. Так это переводится. Что это значит? Что это означает? Наши мудрецы поясняют. Потому что они согрешили словом и делом. Потому что они согрешили словом и делом. Что значит ламрот эйнейк водо? Мы перевели как будто прикословить. Это означает клумар, то есть ке гуруэ ма сэйгэм. Он, творец, видит деяния их. Вэгэм оврим аль митсвато. И они нарушают его митсвот. Ке илу гуэйнаруэ ма сэйгэм. Как будто бы он не видит их дела. То есть так они вели себя, Ярушалаем и Иуда, по отношению к Творцу. Что делали вид, как будто бы он не видит то, что они делают. Вот это называется ламрот эйнейк водо. Ламрот эйнейк водо. Как бы наперекор глазам славы его. Вот это смысл. То есть одним словом это не переведешь. Это целое понятие, которое Рамхалев сейчас нам приведет в текстах. Мы читали в прошлый раз, сейчас мы лучше поймем, что это. И далее он приводит вторую цитату. Искни дворим. Перевод такой на русский приблизительно. Оплот, родивший тебя, предаешь забвению и забудешь Бога тебя создающего. Итак, простой смысл такой. Вот я здесь выделил. Тишках. Цур еладха тэши. Цур переводит как оплот. Цур это скала. Скала, утес. То есть что-то крепкое. Скала, пусть будет оплот, родивший тебя тэши. То есть как бы тишках. Ты забудешь. Это простой смысл, но он не совсем увязывается. А то это не написано тишках. Тишках написано дальше. А мадреси говорят, здесь более глубокий смысл есть. И вот он какой. Когда Всевышний идет в вашем направлении, чтобы сделать вам добро, оказать добро, сделать хорошо. А тем мах и сим лэфанав. Вы его только сердите, да? Лэфанав. У матишим кохо. И ослабляете его силу добра. Опа. Цур еладха тэши. То есть скалу, оплот, породившую тебя, ты ослабляешь его силу добра. Вот такой смысл в этом стихе. Это то, что ты сказал Моше. Моше Рабейну. И Гур Арье поясняет. Гур Арье – это пояснение, которое написал Мораль из Праги. Он поясняет такую вещь. Это надо внимательно сейчас постараться понять. Он задает вопрос. Эйхи тахен. Вот здесь я все выделил. Эйхи тахен. Ломар. Кегема матишим кохо хасвихалила. Как можно вообще сказать, что человек может ослаблять силу Творца? Хасвихалила. Да? Скалу, оплот, породившую тебя, ты ослабляешь силу его, которая хочет тебе сделать добро. Как это можно понять? Как можно ослабить силу? Оп. И вот это нужно понимать. Это тоже наша тема. Роце ломар. Роце ломар. То есть, что это значит? Хакоах шегу ме ито матишим. То есть, сила, которая от него, от Творца, они ее ослабляют. Лохас вишалом ше ию матишим ото и дбарах. Не дай Бог сказать такое, что они как бы его ослабляют. Нет. Только силу. Келон и имар матишим ото. Не сказано, что они его ослабляют. Подчеркивает это. А силу. Силу Творца. Это тоже нужно понять. Как можно ослабить силу Творца? Вот сейчас очень внимательно. Очень внимательно. И в... Да, знай. Сейчас я возьму карандаш. Не делся. Секунду. О. Значит. Ки. Иньянзе. Ше. Кашер. Еш мекабель. Еш нотен. Когда есть получающий, есть дающий. Кашер эйн мекабель. Когда нету получающего. Дегайну. Кашер эйн. Исраэль. Руим. Лекабель. Когда Исраэль недостоин получить. А. Ки. Илу. Эйн. Кан. Мекабель. То есть. Как будто бы и дающего нету. Кашер эйн мекабель. Еш лак. Коах. Анотен. А когда нету получающего. Как бы. Еш лак. Уходит. Сила дающего. То есть. То есть. Весь. 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 Иньян. Как бы. А суть. Того. Что. Исраэль. Ослабляет. Силу. Творца. Нести. Добро. Не то. Что они. Силу. Ослабляет. Добра. То есть. Они. Они. Удаляются. Как получатели. То есть. Силы. Есть. Они. Удалились. От нее. То есть. Фактически. Они. Стали. Дальше. И. До них. Эта сила. Просто. Как бы. Не доходит. Да. То есть. Тут. Такой нюанс. То есть. Я поводу. Да. Скажите. Это. Правильно ли. Аналогия. Что. Если. Допустим. Дающий. Нечто. Льет. А. Получающий. Закрывает. Рукой. Стакан. И. Все. Что он. Льет. Оно. Льется. Мимо. Оно. В стакан. Не попадает. Оно. Не может. Туда. Попасть. Не. Не. Принимающего. Скажем так. Заграбил. Скажем так. Да. Да. То есть. Нету тут получающего. Нету получающего. Вот. То есть. Не то, что. О. Ну. Тут как бы. Понимается. Слово. Ослабил. Ослаблять. То есть. Я. Понимаю. Что. Он. Удаляется. И. Эта. Сила. На том расстоянии. Уже. Не действует. Как бы. Да. То есть. То есть. То есть. Нужно понимать. Что. Что. Ослабить силу Творца. Невозможно. Вот. Мы. Мы. Здесь. На третьей странице. Ну. Давайте. Просто. Еще раз. Зачитаем. Мишну. И. Пойдем дальше. Еще раз. Йихуд. Хаэнсов баруху. Йихуд. Да. То есть. Единство Творца. Ширак. Рецуноид бараху немца. Только его. Рецуно. Желание. Оно. Имеет место. В эйншум рацуна хэра немца. Элэмэмену. И. Все остальное. Все остальные. Рецуно. Желание. Они. Из него. Из него. То есть. Не. Да. Из него. Очень коротко. Потому что. Мы об этом уже говорили. Алькен. Булэвадо шулэ. Поэтому. Только он. Властвует. Один. В эйншум рацуна хэра. Никакое другое желание. В Алисо Цзэ. Баной Коля Бинян. И на этом фундаменте. Выстроено все здание. Это мы говорили. Прошлый раз. И я предлагаю чуть раньше начать. В конце второй страницы. В конце второй страницы. Почему у меня он не рисует? Сейчас. Секунду. Ну. Что? Вот. Вот, давайте, здесь. Видно, да? Везе пашут. Везе пашут. Шагу немшах мин хакодэм. То есть мы об этом говорили о двух понятиях. Йихуд и шлита. Вот, Йихуд и шлита. Йихуд – это единство, а шлита – это власть. Опять, в нашем варианте мы должны поднимать этот термин, да? Это невозможно перевести одним словом. Окей. Везе пашут. Шагу немшах мин хакодэм. То есть понятие шлита – власть. Оно как бы продолжение первого понятия единый, единый, один, единый, единый, единственный. Да? И кейван шу яхиид, поскольку он один пшита, шагу ши е гу лэвадошалэ. Понятно, что он один, кто властвует. Вроде бы понятно. Он один, он хозяин. Ну, не совсем так. Давайте посмотрим дальше. Шарэ коль ахэр ши еш ата гу рак алуль мэмену. Все, что есть сейчас, это алуй – следствие. Ила – причина, алуй – следствие, то есть порожденное от него. То есть, повторюсь, да? Он сейчас хочет пояснить два понятия. Единство и шлита – власть. То есть, он един и власть его абсолютно. На первый взгляд, это как бы одно следует из другого. То есть, единство власти следует из того, что он един. Но давайте прочтем дальше. Мы немножко коснулись на прошлый раз. Афальпихэйн гамзот и едиа едят ха имуна бифнеацма. Это тоже очень важное понятие, которое выделяется само по себе. И как? Сейчас посмотрим. Кегаю и холим гаминим ломар хас вахалила. Неверующие в это могут сказать ше эммет гу ше бадхила гая левадо да. Вначале он действительно был один. Вегура ца левро бруим. Он хотел создать творение. Ах! Кеган ше бара бруима балый рацион поскольку он их создал обладающим свободой выбора. Не вврите просто рацион. У них есть желание, которое они могут реализовать. У них есть балый рацион. рацион. Гая как бы, если бы не единство его абсолютное. они лучше это рацион то получается, которые препятствуют его желанию. Он поясняет пируш. поскольку у них есть выбор они обладают этим они могут выбрать противоположно желанию творца и не только это то что мы видим вокруг так оно и происходит как бы на первый взгляд он создал мир для добра чтобы сделать хорошо это другая сторона будем развивать это понятие которая скажем так плохая недобро скажем недобро мы этим будем потом заниматься вот Бара Адам Бальбхера и человека который обладает выбором щамы 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 сюда Бальбхера секунду хотя бы половину вот и Бальбхера Шейхолим Ли Йот Решаим которые могут быть Решаим негодяями Ба Адам Ва Ирши Ласок пришел человек и начал творить зло Килькель Масав то есть испортил Вахевцо Шелямаком Хасвихалила Ло Ицлех и получается что желание творца оно не не Ицлех не удалось не реализовалось Вы теперь то есть получается тогда что на первый взгляд вроде бы как да творец он один един он хозяин он властелин да он один как бы они говорят но он создал людей и дал им свободу и они творят что творят и что посмотрите вокруг что происходит а ничего не происходит более того следующий шаг евреи которые согрешили нет у них никакого будущего не дай бог то есть они согрешили продолжают грешить они будут так это все уже как бы им уже все это неизбежность откуда придет к неспасению в горе коту фомер и вот то что мы цитировали он приводит здесь намрод эйней квадо то есть как бы они ведут себя как будто бы он не видит то что они творят да все дальше цурь я хатэши да то есть ослабляет человек своими действиями силу творца несущую ему же добро алькээн то есть да то есть это на первый взгляд это как бы если посмотреть так поверхностно как вот что происходит посмотрел в окошко да и что увидел алькэн цириха хаидя зот лэдат лэват миихутам и циют гамихута шлита поэтому нам необходимо еще одно понятие кроме ихутам и циют то есть единство творца в действительности в сущности да в мире еще его единство власти то есть то чтобы вот все то что мы сейчас сказали это как бы не поверхностный взгляд и неправильный везе ихут реценой бараш моши и шар ше шум давар мы в отель реценой без шум там ни одно желание не может ослабить или аннулировать желание творца шум только он управляет властвует это его желание дать им возможность творить зло и на это у него есть это глубокий замысел который мушешет в махшавто который в его как бы да в высшем разуме ше ше собебет веголэхет ад ше яшлим хаколь битикун гамор клали да то есть и до тех пор пока это придет к полному исправлению ше ше манех ата бахера коль зыман ше роце ах соф аколь ах бес аколь о аль едей тшува о ледей онэш а коль хозер лэ тикун гамор далее или или по-хорошему да алине тшува то есть раскаяние исправления или через наказание все придет к тикун гамор к полному исправлению так мы не сможем так его поднять так тикун гамор это он дальше продолжает что это называется ехут то есть его единство так сейчас бараху ше ата берацон ано омрим да то есть теперь он подчеркивает вот что что мы понимаем под единством эйнсов мы уже говорили термин эйнсов мы больше не переводим что эйнсов бесконечно так мы обращаемся к творцу что ехут ейнсов что означает ехут ейнсов бараху что мы понимаем под ним ехут рецунов един что его желание едино я видел как в некоторых вариантах переводят это слово как воля но слово воля не очень понятно а желание мне более понятно я перевожу это словом желание вот то есть его желание то что он хочет да рацион это а не руце я хочу это его желание оно едино только оно здесь присутствует не о единстве творца мы говорим потому что мы вообще о творце не говорим мы об этом уже говорили вот о единстве желания и тут Рамхаль сразу подчеркивает это тема наша желание его ширак что нет я я просто вот чтобы как говорится убедиться что все правильно поняла у творца единое желание принести добро в связи с тем что он дает абсолютную свободу выбора человеку человек может либо это добро захотеть принять либо сделать вид что он ничего не ну как что якобы творец не не видит что он творит да да и в результате получается что вот я только не совсем понимаю насчет шалита то есть получается что это правление его должно заключаться именно в том что он дает свободу выбора и что он не вмешивается до определенного момента то есть он дает до определенного момента человеку свободу выбора а потом он либо его накажет либо либо человек сам поймет и справится да то есть все под его полным контролем и властью даже если это сейчас не не видно скажем так не вооруженном глазу спасибо то есть это это общие слова но мы только первую главу читаем то есть то есть это должно быть раскрыто в деталях да как как эта система работает потому что общие слова не общие слова да это нужно понимать с этого мы начинаем дальше будут детали которые показывают схему как это работает потому что этого скажем так недостаточно сказать и на этом остановиться да это только начало вот как как это технически скажем так происходит но все правильно то что вы сказали да шлита это полная шлита то есть он есть есть как он сказал глубокий замысел в том чтобы да дать возможность человеку делать то что он скажем так хочет это в этом есть верите замысел как и почему это работает это все дальше все дальше так вот едем сейчас ширак так вот это уже надо нарисовать ширак рецуно и дбарах шмо рецуно шель гама цили дбарах шмо шыгу маши и скарну ехуд аэйн сов баруху да то есть он повторяет да что то есть рецуно желание его это то что мы имеем когда говорим о творце да его желание дальше гу немца гуа немца то есть что значит о гу немца он присутствует да он существует вот эту тему мы очень детально разбирали в путь творца то есть его существование оно обязательно существование любого другого не обязательно может быть может не быть а его существование оно да обязательно и не может быть такого чтобы его не было хас выхалила и все обязано только ему своим существованием и все что есть оно обязано только ему все обязано только ему существование да то есть вот так же мы должны понимать вот эти два термина шлита и рацион его власть его желание оно так же мухрах да то есть вот обязательно в этом плане шикмо 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 мецеут мухрах мухрах то есть его мецеут его действительность оно то есть как бы оно мухрах то есть обязательно да и невозможно без этого вегулы вадо ила мухрах и он причина всего всех следствий которые имеют место в этом мире ваш ар а все остальное это только производные от него следствия или порождение кен рецуно ушли тото мухрах также мы относимся к его рацион и к его шлита то есть повторяясь рацион желание шлита это власть так же мухрах да то есть они абсолютны в этом плане а все остальное оно подчинено им то есть все остальные желания они подчинены единственному желанию его вот так так секундочку остальные желания это желание кого всех остальных включая людей да в принципе тут мы говорим о людях только люди наделены свободой ни у кого нету кроме человека человека этого аспекта бахера только у человека мы как-то говорили да что что читали мудрецов что из слов которых можно понять что у ангелов тоже есть свобода выбора но их скажем так разум настолько ясен что сделать против воли творца они в принципе не могут как-то вот так вот но это как бы одно и то же это мы когда Иова изучали да да говорили об этом да ок сейчас все остальные желания это производные его желания вело томар и что будет эмит шеколь рец но хорошо все желания они производные его желания а а харше немцы у гена гена поскольку они уже существуют у них они наделены силой желания против его желания поэтому поэтому Рамхаль подчеркивает то есть он тут подчеркивает что его желание оно шолет то есть властвует несмотря на то что они наделены наделены свободой в результате чего могут как бы против желания творца идти что это значит ахер шлита то есть роцелома шлита шлема шээншу монэла то есть ничего не препятствует его власти ничего не препятствует да все идет так как его желание хочет и ничего не выходит за рамки его желания его власти поэтому он называется Рацион и Яхид единственное желание единственное которое оно же и властвует и все подчинено ему то есть поэтому единственное желание все остальное оно как бы роцел сейчас секунду то есть его желание нету никаких препятствий к его желанию а все остальные они не властвуют потому что производные порождены от его желания они подчинены ему несмотря на то что они до желания они не того же самого типа уровня как и желание его это другой уровень это уровень порожденных а не уровень порождаемого потому что невозможно опровергнуть то что они есть производные алу это производное следствие порождения этого высшего желания в алькен в алькен в алькен в алькен и шавим и чтобы они были равны с ним а фальпи и не краем рационот нет конечно они не равны ему как только мы говорим что они производные что они следствия что они порождение высшего желания то есть мы понимаем что они как бы его сопутствующие ему что они не как он который абсолютно шел темный гамры то есть властвует абсолютно скажем так то есть мы сейчас вот ну прояснили два понятия то есть сейчас подведем итог первое мы еще раз подчеркнули что когда мы говорим о об эйнсок баруху о нем мы говорим о его желании и когда мы говорим что он ехид един единственный то есть мы понимаем это в плане того что его желание оно обладает этим параметром этим качеством ехуды и мы говорим о том что необходимо ввести еще один скажем так термин понятия как шлита власть чтобы мы понимали то есть это представлено вот это у нас все от наших пророков которым творец передал эту информацию и мы теперь эту информацию переданную творцом через пророков нам мы сейчас через него понимаем творца а точнее его желание да что для того чтобы нам это понять нам нужно еще один термин ввести как шлита власть чтобы мы вдруг не сказали да хорошо он един но после того как он создал я повторяюсь да но это подводим как бы итог после как он создал все творение и наделил человека желанием который может как бы идти против желания творца нет он нам сообщает что у него полная шлита над всем есть глубокий замысел и тогда когда будет скажем так нужно привести это к определенному концу он и придет к этому концу тогда когда творец пожелает это сделать это два понятия которые мы сейчас так теперь можно удивительная вещь получается что я говорю получается удивительная вещь как можно так осуществлять правление чтобы дать возможность абсолютному сопротивлению его желанию потому что когда 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 человек не принимает добро а наоборот поступает вопреки это все заложено вот в этом шлите в этом в короче говоря что заложено не только то что человек может и должен идти путем добра но и то что он выберет путь не добра противоположный путь это тоже все предусмотрено удивительно как это все да да это пророк им было сказано еще 3000 лет больше 3000 лет назад так дальше он подводит итог мы зачитаем или как силы есть что скажете кто у нас остался я я готова в принципе у нас и кто-то вышел по-моему все здесь отлично давайте мы клавоши довар это как бы он подводит итог то есть тут будет определенное повторение но опять же оно проясняет нам ситуацию итак клавоши довар так когда мы говорим что он один и единственный во всех аспектах то есть нужно тут же понимать что он не просто один един а и в управлении и власти он тоже один и единственный то есть вот то что мы сейчас говорили невозможно чтобы было две абсолютные власти равные то есть такого быть не может поэтому мы должны сказать что есть только одно желание которое да властвует а все остальные ему подчинены то есть два хозяина абсолютных в принципе да невозможно представить себе если мы скажем что есть кроме него еще немца им то есть творение существующее да хорошо да то есть что они не отрицают как бы не ослабляют первую значит коаха мацуй силу его первую да ки гарэи гу мацуй уман цве он существует и производит творение в эле эйном эле немца им они только производные от него да то есть как бы совсем другой да в других плоскостях это все находится если так можно сказать да то есть это мы как подводим то к всему потому что сказали до сих пор ах им номар ше есть рацион гамур милват рацион или он а если мы скажем что есть еще один абсолютный рацион кроме него то ах 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 если мы скажем что да есть скажем два или более абсолютных значит желаний и даже, скажем так, что эти другие, они тоже производные этого единого. Шрем Анулим, Мина Расфан Ильон. А Рэйзэ Махиша Хасвахри Лакох Расфан Ильон. Это как бы отрицает силу первого. Киштэй Шли Тот Ив Шар Мамар. То есть две абсолютные власти, невозможно сказать. То есть да, и человек, и творец, то есть любое его прождение, оно будет ниже статусом, оно не может быть равна, то есть как мы говорим, отец и сын. Оно Ухшеномар Ухшеномар шеашлита решуна астаашлита ахэрет мяата эйн очлита лох а решуна вуломе худэшэ да, если мы скажем так. Ну, предположи, да, что первая шлита, первая, она создала вторую, и они оба равны. Так получается, сейчас спьет не первый, не второй, абсолютный. То есть получается полнейший абсурд, даже в рамках нашей логики. Алькен Кшеномар шеама циля решуна гулэват шолэет, и в шар лэгавин шумшлита ахэрет, когда мы говорим, что он один шолэет, невозможно понимать под этим, что есть еще кто-то, который властвует наравне с ним. Вы немца, и получается, Кшеномар шееш лэолам элока эхат, есть элока ахат, один бог, шеросламар манэгік вэшулэтехат, то есть манэгік вэшулэд, управляет и властвует один. И в шар лавин шлита ахэрет, то есть как бы, то есть, от нас понимается, что ничего другого нету, то есть подобного ему во власти. Кэлло гая от шолэет эхат, элла рабим кэфи гарэцонот амэ худашим, то есть все остальные желания, они созданные, согласно его желанию убы эмэд шумэхат ло гая некрашот, и по сути никто из них не может называться, что он властвует. То есть как бы человек не властвовал здесь, это все условно, поскольку на постольку есть власть творца. говорят такие вещи. А вот как ты понимаешь, мы не пойдем через. Ох. Так. Сейчас мы делаем. Вот здесь. Ума шиану срехим лэгавин аколь эль-шорэши происходит что все из одного корня сейчас он поясняет это в начале был один корень ах ашав ашав ло айину холим лавил азе киван ше יש миша холи лимну ашлита ааришуна ваим тумар ваим тумар азе айину никра шемона ашлита ааришуна аим ашлита ааришуна хи шерутце ках зе нитурац лиха бэмэмар шеба бэсси бэссад дешмай да ваим тумар сейчас он он эту тему будет раскрывать в следующем в следующей главе ваим тумар зе ах ашав ло айину холим лэгавила зе киван ше יש ни ше холли мно ашлита ааришуна ваим тумар зе эйну никра шемоне ашлита ааришуна им шлита ааришуна ги шерутца ках зе иторац да то есть вопрос 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 на сколько на сколько значит шлита ааришуна то есть первичная первичная власть это то что творит и вторичная власть это то что творится то что сотворено да и если эта первичная власть хочет наделить абсолютной властью вторичную да то есть вот эти все нюансы будут обсуждать в следующем в следующей главе да написано дальше шибан следующий во второй главе да то есть здесь перед значит перед нам осталось еще немножко чтобы закончить первое мешну там один еще нюанс хотя может быть мы закончим сейчас наверное имеет смысл уже да давайте значит так он поделил наше мешну на две части и на этом основании строится построено все здание на каком основании на понятии о котором мы говорили выстроено все здание все все созданное вся созданная действительность она построена вот на этой на этом фундаменте который называется ехуд ехуд бейн бейн урод увейн ганимца им ганефродим урод это свет да то есть об этом будет говорить да это корни как мы говорим да корни увейн ганимца нефродим и анафим ветви да все это будет дальше да то есть и корни и ветви все это построено все это выстроено на единстве на ехуде пируш шиколь хабинян азэ гу имян эхад шален все здание вся 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 вселенная мир да это все одно целое целое ну как бы единое творение шемарэ амитат и худо азэ бэ халакав шэль габиняна ацмо да которое указывает на истинность единства его да бэ ород шинир имбо да вот через как мы уже сказали корни и ветви бэ гуфим ши немцаим то есть во всех творениях дальше будем разбирать разбирать все это да гуфим это невраим то есть творение и не только творение а также и ситуация управления качества бэ ангагот бэмидот бэмикрим шело да то есть коль эле ацмам асуим бэ сэдэр эхад шэ румэз умарэ сод га яхуд азэ мэ гулэ мэ фураж мэ мену хилэ каман да то есть дальше мы будем объяснять что сейчас мы сейчас подведем что все все здание построено на фундаменте фундамент это яхуд который мы сейчас сказали единство да единство рецуно у шли тато да его единство и все здание все элементы я просто сейчас не переводил все эти элементы нам пока это только ничего не даст мы дальше будем разбираться все элементы этого здания они указывают на единство на единство рецуно да то есть мы говорим о творце говорим о его желании а нам осталось только разобраться как это здание устроено вот и все и этим занимается занимается наша книга которую мы начали и закончили первую главу в изратошем с божьей помощью перейдем ко второй на следующем занятии летошем Продолжение следует... Продолжение следует...